Непростая экономическая обстановка в стране напрямую влияет на занятость населения. По предварительной оценке экспертов, кризисные явления могут коснуться 30 тысяч работоспособных жителей Чувашии. В Доме правительства состоялось совещание, в котором принял участие заместитель руководителя Федеральной службы по труду и занятости Максим Паршин. Подробности в следующем материале. Правительство России разработало комплекс мер, направленные на снижение напряженности на рынке труда. До 20 февраля все субъекты Федерации должны разработать аналогичный план и представить его в Министерство труда и социальной защиты России. Эту работу нужно провести в ближайшее время. Для того, чтобы оценить и включить соответствующие расходы в бюджет, да, мы все понимаем, что и сами предприятия не понимают, что с ними будет происходить. Потому что ситуация на предприятиях в экономике в целом зависит от большого количества факторов. От того, как будут складываться внешние конъюнктуры, от того, какие будут государственные меры поддержки. Если проблемы есть, нужно об этом заявлять и уже с этим работать. В республике уже создана рабочая группа по разработке и реализации антикризисной программы. Иван Моторин положительно оценил работу органов службы занятости и отметил, что на сегодняшний день критичной ситуации не назовешь. Уровень регистрируемой безработицы в республике составляет 0,72%. С 2012 года, по данному показателю, Чувашская республика неизменно занимает третью строку в Приволжском федеральном округе. Тем не менее, тенденция к ухудшению ситуации на рынке занятости вполне программируема. Мы сегодня уже имеем по ряду предприятий сокращения объемов в январе. И есть проблемы уже по февралю. Есть проблемы с выплатой зарплаты, с уплатой НДФЛ. Соответственно, мероприятия, которые будут включены в программу, они сегодня актуальны. В рамках программы планируется организовать социальную занятость молодежи и инвалидов, а также временную занятость работников организаций, находящихся под риском увольнения. На реализацию вышеуказанных мероприятий потребуется более 500 миллионов рублей.